...высокий представитель государства, нашего братского государства, Республики Южная Осетия. Вот три выступающих. Прошу вас, давайте уложимся 3-4 минуты. Господин Гигалич, может быть... Дорогие друзья Крыма, я когда-то ездил в Крым проводить отпуск. Я тогда работал в авиационной промышленности Советского Союза, поэтому был невыездным. Вот я прошу обратить внимание переводчика, чтобы он как-то перевел вот это тонкое советское слово. Я был невыездным, ездил только в Крым. Но я никогда не мог предположить, что вот пройдет 30-40 лет, и я стану невъездным, но буду опять ездить в Крым. Вот я езжу в Крым опять, и счастлив очень, что мне это удается. Я сейчас работаю в Чехии, и был очень рад привлечь к этой дружбе с Крымом многочисленных своих чешских товарищей. Привело это, например, к таким вещам. Но, кстати, невъездным вместе со мной стал и мой очень хороший товарищ, боевой комарат, сенатор Ярослав Дубравов. Он тоже вот невъездной, но ездит в Крым. Понимаете? Так что Крым открывает такие неожиданные возможности, понимаете? Ездить в Крым. Значит, а параллельно этому идут какие-то другие процессы. И мне, например, очень приятно, что в прошлом году, например, на этом форуме был здесь я, и был очень известный в Чехии человек, Ержинес Тавал. Это председатель чешско-азиатской торговой палаты. Вот мы были двое. А на этом форуме нас из Чехии восемь человек. Понимаете? Вот я этим, поскольку есть в этом мое большое участие, я этим очень горжусь и счастлив от того, что Чехия небольшая начинает свое присутствие в Крыму. Кроме того, мы работаем, конечно, и на таких идеологических этих, ну, формах. Например, пару лет назад сюда приехал также наш товарищ, который вот, его здесь нет, но он вместе с нами. Это депутат чешского парламента Ярослав Голик. И он вышел на набережную в Крыму, понимаете? И стал говорить с людьми. И после этого он пришел вот в нашу ответ-команду и сказал, Боже, так они же счастливы, что они отделились от Украины, понимаете? Но это вот его искреннее, искреннее это его удивление. На следующий день он стал персоной нон-грата на Украине, понимаете? То есть как бы получил приз какой-то за вот такое свое отношение. Значит, но мы продолжаем свою работу и продолжаем ее в том числе в хозяйственном, в экономическом плане. И здесь я хотел бы обратить внимание на такие вещи. Вот я сожалею, что мне не удалось это сказать, когда здесь присутствовал глава Крыма и глава Кавказского южно-русского округа федерального. Почему? Потому что южный округ российский становится воротами в Крым. Вот все, так сказать, поставки в Крым и из Крыма идут через южный федеральный округ. Поэтому нужны очень хорошие, открытые связи между чиновниками этих двух округов, чтобы это упрощало процессы взаимных поставок. Я думаю, что я могу рассказать более подробно об этом специалистам, но я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Понимаете, вот это было бы очень важно. Кроме того, я был очень рад, что представительство, особенно Крыма в Москве, занялось многими юридическими вопросами. Потому что, конечно, совершенно ненормальная ситуация по, в том числе, по персонам Нонграда, по санкциям. И очень не хватает выигранных процессов. Причем эти процессы могут быть не потому, что я стал персоной Нонграда, а потому что те люди, которые на меня взвалили вот эту нагрузку, получат наказание за что-то другое. Я бы напомнил тут присутствующему в знаменитом американском процессе, когда гангстер получил приличные сроки не за то, что он убивал, а за то, что не платил налогов. Я думаю, что русские юристы найдут подходы к ситуации на международной арене с тем, чтобы наказывать тех людей, которые изолируют Крым, которые возводят санкции на Россию. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы действительно уже по времени просто выходим за все рамки. Но я хочу сказать, что эта идея очень хорошая. И здесь господин Ловенфельд, известный американский юрист, предлагает тоже вместе с нашими юристами создать международный фонд правовой поддержки Крыма. И если мы это запишем как предложение, это тоже очень важно, чтобы мы эти процессы могли проводить и за рубежом, потому что там именно основная, так сказать, борьба происходит. Прошу я нашего друга Дмитрия Николаевича Медоева, министра иностранных дел Республики Южная Осетия, поприветствовать кратко наш форум и завершит уже хозяин земли все-таки наш Экштейн Ян Борисович. Прошу вас. С вами Георгий Львович, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья Крыма. Когда Осетин вступает на землю Крыма, он тоже чувствует себя здесь как дома, как бывший археолог. Я надеюсь, я вернусь в профессию. Хочу сказать, что принимал участие в раскопках Антикопея дважды. Это столица, скажем так, крымской Скифии, Скифии, Сарматы, а потом Аланы, Чуфуткале. Это можно говорить... Сарматами голосовыми. Да, по-оставочными. Профессор, замечательно. Поднимается. Дорогие друзья, хочу сказать, что сегодня я присутствую здесь и как у министра иностранных дел, сопровождаю президента нашей страны. Мы сегодня подписали важный документ с главой Республики Крыма, сотрудничество. Это открытый документ, который откроет действительно очень многие возможности для совместного сотрудничества. Но я сегодня присутствую здесь также в качестве президента Юго-Осетинского клуба друзей Крыма. Это моя новая почетная, очень приятная ипостась. Я хочу и в этой ипостаси также вас всех приветствовать. Скоро, дорогие друзья, грандиозный проект соединит два берега, два российских берега, Крымский и, собственно, Континент. И на той стороне все знают, есть населенный пункт первый, порт Кавказ. Это ворота на Кавказ. Крым и Кавказ, это геологи, тоже это подтверждают, это одна гряда, тем более те пути иммиграции, по которым сюда попадали, в том числе из Континента Афии, те племена и народы, которые осели здесь, и которые считают, потомки, которые считают сегодня Крым своей землей, своей родиной. Вот у нас есть такая идея, мы обсуждаем ее у себя в клубе, создание некого проекта Крым-Кавказ, который включал бы в себя, в том числе экономические, естественно, в том числе и гуманитарные. Профессор здесь говорил об археологии, о, значит, об менее культурном и так далее. Это все, по нашему разумению, должно составить основу того проекта, который выведет Крым и Кавказ совершенно на новые рубежи, и который послужит действительно хорошим фундаментом и примером для более широкого сотрудничества. На этом я хотел бы еще раз нас всех поздравить с следующим днем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Тоже эта идея прекрасная, как и Крым-Болгария, Крым-Кавказ. Вот мы это все должны множить и действительно укреплять наше сотрудничество на всех этих направлениях. Ян Борис сейчас выходит на трибуну, чтобы заключительные слова сказать. Тем временем, хочу сказать, друзья мои, мы вам всем раздали проект заключительной нашей декларации, заключительного документа второго форума, друзья, Крыма. Здесь некоторые страны не упоминаются. Я вот хочу сказать, в Швейцарии создан еще клуб друзей Крыма. И если еще где-то они уже функционируют, мы все запишем страны, которые, так сказать, помогают нам, являются нашими друзьями. Не стесняйтесь подойти и сказать. Но я прошу обратить внимание на эту декларацию. И если не будет возражений, после выступления Яна Борисовича, мы тогда ее как бы согласуем и будем считать принято. Ян Борисович, прошу большое. Спасибо, уважаемый Георгий Львович. Добрый вечер, дорогие друзья Крыма. Георгий Львович, такую интересную фразу сказал, я так задумался, сказал хозяин землекрымской. Вы знаете, мне частично. Все, Георгий Львович, я тоже согласился. Большое спасибо. Я просто родился здесь, в Крыму. И здесь я живу. И хочу сказать, что когда я родился, у меня в свидетельстве рождения написано «Город Симферополь, Российская Федерация, Российская Советская Федеративная Сатаристическая Республика». То есть я, никуда не выезжая, я родился в России, я побыл в другом государстве, я опять вернулся в государство и я родился. То есть, понимаете, все вернулось просто на Крыму. Четыре года назад мы обратились к главе республики, я с нашими партнерами, о том, чтобы провести первую конференцию, на которую мы пригласили тогда уже, предполагая, что у нас будут действительно друзья Крыма. Мы создали первую конференцию «Крым в современном международном контексте». У нас тогда уже присутствовало порядка 20 представителей 22 стран. Сегодня мы видим, что этих представителей уже за 60 стран, за 67 стран, по-моему, и так. И это очень важно. И что еще важно, что каждый из участников нашей конференции, каждый из участников нашей встречи является своеобразным общественным дипломатом. Мы всегда говорим о том, что есть профессиональная дипломатия, есть уважаемые министры иностранных дел, которые решают эти проблемы в определенных рамках. Но то, что делает общественная дипломатия, сделает никто. Не сделает никто. И это очень и очень важно. Я бы хотел предложить буквально несколько... В нем внести несколько таких предложений. Мы будем готовить, естественно, конференцию, которую мы уже ежегодно проводим. И мы будем, я так думаю, в ноябре, мы все-таки решим, чтобы ее провести. И учитывая, что каждый из присутствующих сегодня является другом Крыма, и уже создано большое количество клубов друзей Крыма, это и Германия, и Швейцария, и Осетия, и Абхазия, ну и так далее. Вот. Я бы хотел предложить, чтобы наша конференция и вот эти друзья Крыма еще притягивали тех соотечественников, которые живут практически во многих, если не сказать, во всех странах мира. Это создается землячество, это создаются праздничного рода диаспоры. Я так думаю, что мы тоже их привлечем и обязательно мы сделаем. Я вношу такое предложение, чтобы одной нашей темой следующей конференции именно была общественная дипломатия посредством, так сказать, наших соотечественников. И это новые друзья Крыма. Также мне хотелось бы предложить, учитывая, что я занимаюсь сегодня немножко с консультацией деятельности, издательской, подготовить такой, как бы, долгоиграющий сборник, который будет периодически выходить. Это будет сборник или книга, мы концепцию готовы подготовить, но в сути ее предлагаю назвать Крым глазами друзей Крыма. Вы знаете, я думаю, это будет очень интересно. Я объясню почему. Потому что очень бы хотелось, чтобы каждый из тех, кто к нам приезжает, приехал к себе на место, на свою родину, в свои города, страны, где он живет, и рассказал, выступил на телевидении, собрал какие-то пресс-конференции, какие-то статьи в газетах. Вот кое-что мы получаем. Вот я знаю, что вот здесь присутствует господин Андреас Мауров, который ведет в этом отношении колоссальную работу. У него много есть материалов. То же самое делают болгарские наши представители. Я имел итальянские материалы. Но хотелось бы, чтобы это как-то расширялось, потому что тогда и наши конференции будут иметь свой смысл. Я понимаю, что хорошо на всем встретиться, поговорить, рассказать, предложить, пожать друг другу руки. Но очень важно, чтобы это все, что мы здесь делаем, ушло в мир. Понимаете? Тогда будут и результаты. И вот я думаю, что если не будет возражений, то мы предложим концепцию создания вот такого сборника, такой книги, в которую мы сможем поместить ваши мысли, ваши предложения, поместить те материалы, которые вы отображаете у себя в прессе. И я думаю, что это будет очень важный сборник. И он будет периодически, может быть, там раз в год он будет дополняться. Я думаю, что в итоге мы придем к тому, что наша летопись, которая будет в течение каких-то лет, она все-таки тоже сыграет свою роль большую. И сыграет, и люди увидят реальную картину, как живут крымчане, как живут россияне. И тогда и санкции тоже уйдут в небытие. Большое вам спасибо, я желаю всем мира, благополучия и дамы. Спасибо, Ян Борис. Уже первый сборник у нас появился по первому форуму «Друзей Крыма» на русском и английском языке. Вы можете, если у вас его нет, с ним ознакомиться. Но это только начало. Но тоже очень правильное предложение. Мы будем и дальше. Через пять минут начинается прием от имени главы Республики Крым. Я вижу, еще коллеги руки поднимают здесь и там. Но вот обязательно. Задово свитерно. Можно? Но если одно слово... Уважаемые друзья, это предложение из Бразийского института, из Болгарии. Я говорю, что представительство это из Греции, Италии, Чехии, Словакии. Это государство, что члены Европейского Союза. Мы готовим предложение. Давайте до конца года все страны собирать это подписко и внесли свои государства. Другое год будет Европейский парламентарный выбор. Заставите ваши правительства, как и наши Болгарии, что сдадат предложение в Европейском Союзе, сняв санкции против России, признают это Крыму, част от РФ. Это новое предложение. Какое предложение, Георгий Малович? Давайте сделаем так. До конца года увидим, как можно сделать, предложить российским президентам всех стран сдавать предложение наградить Лоберскую награду за мир, а не как Барак Обама получил и выявили, что стало. В Уклине, в Египте, в Ливии и в Зирии. Давайте сделаем это так. Такое предложение. Глуба, друзья, Крыму. Я не могу это не приветствовать. Спасибо за ваше предложение. На этом, коллеги, мы заканчиваем нашу работу, если у вас нет возражений по декларации. Если у кого-то есть возражения, мы готовы в рабочем порядке их внести. И второе, мы сделаем приложение к этой декларации, это ваши высказанные предложения. Хочу обратить внимание, что декларация завершается тем, что вы принимаете решение направить ее в организацию объединенных наций для информирования Генеральной Ассамблеи. Спасибо всем большое. Добро пожаловать на прием, проводимый главой нашей республики. Спасибо.